МОНТЕ КАРЛО В борьбе за первенство во Франции Сколько стоят новые звезды Самой молодой команды и лиги талантов И есть ли среди них новый Мбаппе Ну и конечно мы обсудили с одним из лидеров И главных активов Монако Александром Головиным его Ближайшее будущее Будет интересно, давайте с нами Олег, бонжур или здравствуйте? Здравствуйте Здравствуйте Я помню, когда объявили, что Олег Петров теперь руководитель Монако Я был снова приятно удивлен Потому что когда первый был Российский руководитель Монако Вадим Васильев, тоже была реакция, что Российский менеджер Управляет большим европейским клубом Как это воспринимают Здесь, во Франции, в Монако? Я думаю, что в Монако построена хорошая история Хорошая история управления клубом Я думаю, она прежде всего заложена С одним нашим акционерам Который имеет прекрасную репутацию И способен держать И управлять клубом на высшем уровне Я думаю, этот фундамент настолько сильный Что априори, кто бы ни пришел Воспринимается как правильный человек Потому что существует достаточно Строгое, правильное отношение К выбору людей Не связанное с национальностью На моем месте мог бы оказаться Наверное, и другой человек И он мог бы быть другой национальности Просто так, наверное, получилось В Монако хорошо Могу сказать, в Монако хорошо То, что было создано с 2012 года Я это чувствую Понимание, поддержка достаточно хорошая Во Франции Я тоже не чувствую Я чувствую, что я не француз Но в целом хорошее отношение Думаю, что это все связано Именно с организацией работы Акционерами, предыдущими людьми Которые возглавляли клубы Вы говорите, что французский не знали Это не было проблемой? Это была проблема, разумеется Это была проблема Я был вынужден учить французский язык Я сейчас по-прежнему учу французский язык Я не считаю, что я им идеально владею Но я могу объясняться достаточно неплохо Я журналистами способен Я был вынужден его изучить Потому что есть целый сегмент людей Которые просто не говорят по-английски Например, некоторые футбольные агенты Они просто не говорят по-английски Равно как игроки И мне нужно было с ним общаться Я не мог постоянно просить людей Быть переводчиком Поэтому директора клубов Президенты клубов Тоже не говорят Я еще избрался в лигу Собственно говоря В совете директоров И даже там возглавляют группу Которую я должен вести на французском языке Члены группы просто не говорят на другом языке Саш, русский Монако Владелец из России Топ-менеджмент из России Ты себя ощущаешь в таком привилегированном положении? Да нет, я особо об этом не думаю Понятно, что иногда больше разговариваю Так же после матча с Петровым Больше как-то Ну то есть на русском на своем языке Понятно, легче там что-то с ним обсудить Там он что-то спросит А так особо никаких привилегий Особо никаких нет Все то же самое, как и со всеми игроками Ну то есть нет отдельного общения Например, с Дмитрием Рыболовлевым С владельцем команды Да вот последний раз Вот как раз после травмы это было Когда вот я вышел, забил гол Сразу вот он позвонил Как раз поздравлял с тем, что я восстановился И с тем, что получилось забить Так все сложилось И команда выиграла И все от такого, что прям Я общался больше, чем другие игроки Такого нету Какие качества русского характера Вы можете отметить Из своего футбольного опыта? Я могу сказать, что все русские С кем я сталкивался в футболе И футболисты И руководители, и владельцы клубов Обладают очень сильным характером Все они хотят конкурировать и побеждать Для меня это самое главное В конце концов, ты мне можешь нравиться больше Кто-то еще может нравиться больше или меньше Но мы здесь для того, чтобы побеждать Чтобы конкурировать Чтобы серьезно подходить к работе И все они обладают этими качествами Олег, вы два года уже В руководителе Монако Как оказались здесь? Как пришли к этой должности? Для меня это была определенная неожиданность Я работал, скажем так В одном из других проектов Связанных с нашим акционером И достаточно неожиданно получил от него звонок С предложением, в общем-то Перейти на этот участок И я недолго думал Недолго думал и дал быстро положительный ответ А с чем до футбола была связана ваша жизнь? Ну, вы знаете, работал в разных отраслях То есть я работал длительное время В компании «Уралкалий» В российском производителе минеральных отобрений Работал в Ларосе какое-то время Работал в международной компании «Филипс» Служил в армии Работал в перестройку В более мелких коммерческих организациях Работал в Америке В стартапе нашего, так сказать, текущего акционера Поэтому там достаточно широкая, скажем так Широкая палитра различных функций Вы перечислили разные компании Абсолютно разные И разные виды деятельности Что больше всех похоже на футбол? На футбол похоже на творческая деятельность С которой я занимался мало, но имел некоторые отношения Наверное, скажем так Что-то ближе к кинематографу Почему? Там большой реально фактор личных способностей Наверное, даже уникального таланта Это то, что есть футболисты Уникального таланта, который зачастую Как бы не индустриален Он как бы в самом деле находится в природе Собственно говоря И работа с талантом Правильное, так сказать, взаимоотношение с ним Пожалуй, вот, наверное, это самое близкое Как здесь реагировать на неудачные матчи Когда твои творческие люди, футболисты В плохом настроении У них не идет, как говорят Как здесь искать выход? Спокойно То есть я этому научился Это как бы одно из, наверное, открытий За реально больших открытий И, так сказать, которые я сделал Это то, что, в общем-то, проигрыши и неудачи Это как бы часть этой отрасли И если клуб и руководство клуба Правильно, так сказать, строит свою организацию И делает все правильно Нужно быть готовым Что, так сказать, такие вещи будут происходить Но не нужно принимать эмоциональных Быстрых, неправильных решений Потому что правильная структура Правильно развивающаяся В итоге это все перемелет И придет к хорошим спортивным результатам Ну, так сказать, это То, что я вижу, слышу, читаю Собственно говоря, и я верю в это Потому что очень часто в футболе Из-за того, что это такая эмоциональная игра Очень часто многие решения По крайней мере, масса Принимаются эмоционально То есть несколько поражений Там смена тренера Но в Монако был период Когда была Частая смена тренера Такая небольшая чехарда Это, собственно, было ваше привыкание К футболу? В какой-то степени, я думаю Это было привыкание Я не скажу, что это были Эмоциональные решения Потому что я достаточно долго Все-таки, ну, так сказать Разумеется, футбол динамичен Как мог, так сказать, смотрел Но я не видел Я не видел на тот момент Возможности работы в данной конструкции Поэтому, я думаю, это было совокупностью Олег, до Монако Футбол в вашей жизни как-то присутствовал? Может быть, как болельщик? Ну, я играл в футбол в детстве Я играл в футбол Я сам вырос в городе Уфе В Башкирии Я даже ходил в футбольный клуб Уфимец Да, я там играл вратарем Но, правда, на каком-то этапе Мне пришлось покинуть клуб в школе То есть я футбол, я, так сказать, ну, я далеко Я никогда не был футболистом профессиональным Но, разумеется, как мальчик Который вырос в бывшем Советском Союзе И, так сказать, все лето И все, разумеется, проходило с футболом Скажите, а в период, когда уже занимались бизнесом Как-то за футболом отдельно Как за индустрией следили? Были какие-то там понимания, планы Как вообще футбол развивается? Как бизнес? Я смотрел поверхностно Я смотрел поверхностно Разумеется, внимательно следил за клубом Футболь на Монако, потому что Дмитрий Евгеньевич Так сказать, его купил Я как раз узнал Вадима И, разумеется, всегда переживал За ребят, за всех, кто работает в клубе Но, наверное, именно так структурно сопрождать отрасль Так сказать, детально интересоваться жизнью Так сказать, всех футбольных соревнований У меня не было возможности Александр Головин уехал в Монако После очень яркого домашнего чемпионата мира по футболу Будем верить, что после летнего Евро К другим российским футболистам Будет серьезный интерес из-за рубежа Правда, на данный момент Ни к одному из наших футболистов Нет предметного интереса из топ-лиг Одно из редких исключений Хавбек Динамо Даниил Фомин Там еще не дошло дело до конкретных переговоров Но к Фомину активно присматривается Итальянский Торино Позиция опорника может быть очень актуальной для Торино летом Если Милан выкупит у туринцев из аренды Суалио Мейте По моим данным, сейчас Торино активно собирает информацию по Фомину И предварительно прорабатывает вариант возможного трансфера Так что концовка сезона и Евро Станут определяющими для развития карьеры Фомина Правда, даже если Торино сделает официальное предложение Нужно будет еще договориться с московским Динамо По разным данным, у Фомина приличная сумма отступных В районе 20 миллионов евро Плюс сам Фомин должен будет сделать выбор Вряд ли Торино сможет ему предложить зарплату Принципиально больше той, что он сейчас получает с Динамо А это в районе миллиона евро Думаю, на решение Динамо и самого Фомина По поводу возможного трансфера Сильно повлияет пробьется ли клуб в Еврокубке По итогам нынешнего сезона Один из решающих матчей в этой борьбе Случится 1 мая в Казани Рубин является прямым конкурентом Динамовцев Обе команды прогрессируют в последние месяцы Их очная встреча обещает быть максимально интересной Ну а вы можете повысить эмоции от его просмотра Если воспользуетесь специальным повышенным фрибетом от Винлайна Для всех подписчиков нашего канала Размер фрибета 2000 рублей Для всех новых пользователей И по промокоду НОБЕЛЬ при регистрации в мобильном приложении Или на сайте Винлайн Он будет доступен в течение 48 часов После выхода этого выпуска Винлайн выбор победителей В качестве партнера Винлайн выбрали Сильнейшие клубы страны Футбольные Спартак, Зенит, Краснодар Баскетбольные ЦСКА и Зенит Присоединиться к этой компании Вы можете прямо сейчас Скачиваем приложение Винлайн Регистрируемся и вводим промокод НОБЕЛЬ Получаем фрибет 2000 рублей И выбираем своих победителей Ты сам доволен тем, что происходит с тобой последние пару лет? Потому что ты уезжал в Монако Главной звездой русского футбола Самый дорогой трансфер Три года здесь Я тоже чувствую, что такой срок серьезный Какие итоги? Ну, в целом, конечно, я доволен Потому что я хотел себе попробовать в Европе И мне кажется, что Понятно, что там первый, второй сезон Второй тем более он вообще не закончился даже И у нас тоже были перспективы хорошие на Еврокубке Там было всего лишь 4 очка до 4 места у нас И чемпионат закрылся И первый сезон, понятно, там было много травмированных Тоже адаптация тяжелая У меня тоже была травма Поэтому вот этот сезон, я думаю, что мы сейчас на очень хорошем уровне И я наслаждаюсь, вот на данный момент прям реально наслаждаюсь тем, что мы очень хорошо играем И даже атмосфера в команде сейчас гораздо-гораздо лучше, чем когда-либо Помнишь, когда ты переезжал сюда, многие сомневались, что ты здесь заиграешь Потому что, ну, здесь другой футбол, атлетичный Ты там не похож на классического опорника французского чемпионата В этом плане, как тебе? Ну, на самом деле это правда То, что здесь реально все атлетичные И очень сложно найти, допустим, такого Ну, ты играешь с какой-то командой, неважно с какой Найти какого-то оппонента, которого ты можешь просто обогнать Вот взять легко и просто Ну, то есть прокинуть мяч, ничего не выдумывая, обогнать Очень сложно, то есть это условно может быть только центральный защитник И все, там, крайние защитники, те же полузащитники, они все очень быстрые Прям в этом плане, да, но Также можно, я не знаю, как это правильно сказать-то Можно как бы играть за счет других качеств И как ты адаптировался к этому? То есть мне говорил Миранчук, например, что в Аталанте Для него такое было абсолютно новое тренировки Очень много тренировок именно на силу физическую Чтобы человек был готов Здесь тоже тайм был у тебя? Здесь у нас не то, как правильно сказать Не то, что на силу физическую Очень много сейчас У нас тренировки тяжелые в плане того, что мы много бегаем очень И тем самым вот мы постоянно идем в прессинг, прессинг И примерно вот как у нас последний матч складывается Вообще очень много матчей То, что первый тайм у нас примерно равная игра Мы очень много прессингуем, ничего не даем сделать сопернику И ко второму тайму соперник очень сильно устает И получаются большие разрывы А на этот момент у нас еще есть силы, так как мы очень большую работу проделали на тренировках И тренировочный процесс очень сильно изменился с этим тренером И физически у нас прям команда То есть есть статистика даже, что в Лиге 1 сейчас мы самая На первом месте команда, которая больше спринтует, больше обороняется, больше торможения делает То есть в этом плане мы на первом месте как-то за счет этого И во втором тайме уже команды другие, они как бы немного сдают И вот за счет этого получается переигрывать Ты сказал про Ковача Ты сказал, что хорошая команда И мне кажется, еще важный момент Ты стал, ну если не лидером, то по крайней мере такой основой команды И ты уже как такой некий футболист, вокруг которого строится коллектив Я правильно понимаю? Или нет еще? Ну, в данный момент, наверное, да Потому что я уже тут больше, чем половина команды здесь нахожусь в данный момент Поэтому да, возможно, и так Вы относите Головина к группе молодых футболистов? Молодых талантов? Или он уже считается опытным футболистом в Монако? Во-первых, Голо очень хороший футболист и очень умный парень Он мне нравится Голо где-то посередине Когда на тренировках у нас молодежь играет против старших Он всегда играет за старших Уже в свои 24-25 лет Обычно в 25 все-таки еще играют за молодых Но из-за того, что у нас, в принципе, очень молодая команда Я его ставлю в состав к старикам Голо очень важный для нас футболист Потому что у него прекрасная техника А еще отличный удар Отличные кроссы Передача У него очень хорошее чувство мяча Обработка Его травма в начале сезона стала большой проблемой для нас Он сломался уже во втором туре и пропустил много матчей Сейчас он вернулся и добавил нашей игре качество и разнообразие С ним мы прогрессируем И он одна из причин, почему мы проводим такой успешный сезон По-моему, сейчас твой лучший друг в команде Друг, наверное, мой лучший, это Кевин Фолланд Я думаю, я прям с ним очень хорошо общаюсь И постоянно Вот он, кстати, как раз в компьютер тоже играет И ходим с ним куда-то в рестораны ходили Вот тоже как-то бывал момент Поэтому, наверное, с ним я прям очень близко общаюсь То есть Фолланд приходит к тебе Выходит в гости, играете в Counter-Strike, да? Ну не в Counter-Strike Он играет не компьютер, а на PlayStation То есть компьютер же в Европе вообще никто не любит Они играют на PlayStation Но мы играем в одну и ту же игру То есть там, как называется это, cross-play Вы можете играть с компьютера То есть вместе в одной, как сказать В одной группе вы вместе играете только с разных этих Ну я с компьютера, он с приставки Наш соотечественник Александр Головин Всегда считался в России интровертом И, насколько я знаю, у него не так много друзей здесь Но вы один из них Да, я думаю, так можно сказать На самом деле, Алекса можно назвать скромным парнем Но в то же время он веселый и общительный Мы с ним часто можем посмеяться и пошутить Надо сказать, что он очень хорошо понимает Эту местную южную философию И мы с ним отлично ладим И когда играем И когда проводим время вне поля Южная философия? Ну мы более открытые И постоянно прикалываемся Может показаться, что Алекс такой закрытый парень Но нет Алекс из Сибири Это же совсем другое Да, в том-то и дело Кажется, что он другой Но нет, он все понимает Все наши фишки И в футболе, и в жизни И ему это нравится Вы любите видеоигры? Нет Алекс, да Я нет Он вам не предлагал подключиться? Нет Но бывает, когда мы лежим на массаже Он то играет, то смотрит видео И мне приходится его пинать Давай, выключай Готовься к тренировке А вы уже выучили что-нибудь по-русски? Нет, совсем немного У меня здесь, в Монако, есть еще друзья из России Но, как правило, со всеми русскими С кем я общаюсь, с кем я дружу Я разговариваю по-английски И Алекс ведь хорошо говорит по-английски Да, Алекс очень хорош в английском, конечно Как вообще зародилась ваша дружба? Я, честно, не знаю, как это произошло Но как-то, я не знаю Даже я как-то сам замечаю, что он все равно больше пытается помочь Не то, что помочь, а как Больше общается со мной, чем с кем-то из, там, я не знаю Из французских игроков Или, понятно, он там любит общаться с Мари Паном Потому что у них язык на одном языке Еще там с кем-то Ее веще, чем веще знает испанский, отлично То есть, но в основном, вот он Там, условно, перед игрой Или когда-то в момент игры он постоянно подходит Там что-то ко мне говорит Даже я помню, был момент Он мне потом сказал Он говорит, ты должен мне спасибо сказать Я спрашиваю, почему Когда мы играли со Страсбургом Проигрывали уже по счету И тренер хотел меня заменить В тот момент Я прям сильно уже устал Чувствовал, ну реально устал И был на поле Фолланд То есть, ну, тренер в основном Очень редко, когда его менял И когда Фабрегас выходил на поле Он уже знал, что он выходит вместо меня И он видит, что Он спросил, вместо кого я выхожу Ну, сказали, вместо Головина Он говорит, тренеру, можете меня, типа, пожалуйста Я, типа, хочу сказать свою версию Поменяйте Фолланда Оставьте Головина, типа Я выйду под нападающим Он будет справа Я думаю, что у нас будет больше шансов Как бы исправить игру Вот так он сказал И что случилось дальше? Ну, так и поступил тренер Да? Да, он послушал его Но в итоге ничего не получилось исправить Но факт в том, что Ну, то есть, он так поступил Первым делом я отмечу в Головине его технику У него такая техника Очень тонкая, очень русская Он напоминает мне таких игроков, как Мостовой Или Александр Глеб Я с ним тоже играл Да, он из Белоруссии, но все же У них очень чистая техника Очень приятно смотреть, как они работают с мячом Еще он кажется не очень мощным Так же, как Александр Глеб Видите, он мне очень во многом его напоминает Потому что они оба довольно худые Но в то же время сильные Если пойти с ними в стык Их будет не так просто оттеснить от мяча Они, правда, сильные С высоким уровнем мастерства Много двигаются, много работают Они быстрые И мне кажется, это очень важно Алекса Глеба я помню очень трудолюбивым И он любил футбол Как любит его и Головин Мне сейчас очень нравится находиться с ним на поле Он вам напоминает вас в 24 года? Можно сказать, что у вас похожие стили? Не очень, не очень Алекс скорее игрок третьей четверти поля И выше Ему очень нравится вести мяч У него хороший дриблинг Ему нравится играть на фланге Алекс очень анархичный игрок, что ли Я тоже был анархичным Но мне больше нравилось опускаться за мячом И играть в середине поля А Головину больше нравится бегать к чужим воротам Он всегда старается открываться под мяч На фланге, между линий У него хороший пас Он может забивать больше Может забивать больше Хотя за то время, что и здесь Он забил несколько очень важных мячей И это парень, который обязательно будет прогрессировать И кажется, что у вас очень хорошая связка Он играет выше Вы немного в глубине Да, в последнее время, когда мы играем вместе Я располагаю скорее как десятка Он больше на фланге Но он смещается, и мы комбинируем Играем Мне это очень нравится Потому что это то, что мне нужно Мне нужны на поле те, кто просит мяч и ведет игру А как вы считаете, какой чемпионат Подошел бы Головину больше всего Исходя из его качеств? Французский, нет? Он же вроде тут играет На самом деле, смотрите Он продолжает учиться Он молодой парень И я уверен, у него отличные перспективы Посмотрим Ему еще многое надо сделать здесь Для этого клуба А потом Я не думаю, что в одной стране ему будет хорошо А в другой прям нет Если у тебя есть мастерство И трудолюбие То такой умный игрок, как Головин Сможет заиграть где угодно Меня позвали на интервью Сказали, что нужно про клуб будет говорить Говорит, я прихожу на интервью И меня спрашивают про Головина 29 минут из 30 минут Он говорит, если бы я знал, я бы не пошел Продолжаем? Какой самый дельный совет тебе давал Фаврагас? Все же игрок этот большой Выигрывал разные турниры В разных больших командах играл Ну, самый дельный Ну, наверное, мне уже давали такие советы Как раз Васе Березуцкий Что он говорил Когда все идет хорошо На самом деле ты не так крут Как тебе может казаться А когда дела не очень Не надо думать, что ты слишком плох Потому что в футболе все меняется очень быстро Сегодня ты лучше всех А через три дня ты не забиваешь пенальти И сразу становишься худшим Нужно, чтобы голова всегда оставалась холодной Все должно идти Ты должен относиться к этому ровно Вот, наверное, вот это вот А ты сам что у Сеско спрашивал? Там, не знаю Как там играть в Барселоне? Какой уровень давления? Или английский пример Лига скорости? Или может что-нибудь такое бытовое? Ну, да Он в основном сам любит больше рассказывать Его даже спрашивать не нужно Он чем-то на дзюб похож Разговаривает постоянно И все Понятно, он рассказывал про скорости ВПЛ Он даже сказал, что здесь Ему тяжелее в каких-то моментах играть Чем в ВПЛ Потому что он говорит Здесь, даже когда ты принимаешь мяч На тебя на такой скорости несутся Иногда подумать не успеваешь Тебе приходится заранее думать В ВПЛ понятно борьба Понятно тоже скорости Лично для него Потому что он игрок же не скоростного плана Не обыгрывает Он больше играет как в пас Больше умного стиля Он говорит, что здесь ему моментами Даже сложнее играть с командами Условно Дижон Он говорит, что с такими командами Порой даже сложнее играть Это еще ВПЛ Это еще, что мне не рассказал Про премьер-лигу российских Где обычно 10 человек стоят сзади И никто не выходит Одно из главных последствий Пандемийного года для футбола Повышенная травматичность футболистов Ну, посчитайте сами Ван Дейк, Каутиньо, Азар, Фатид Из тех футболистов, которые Большую часть сезона привели на больничном Вполне можно было бы составить Очень приличную сборную мира К этой кампании мог бы добавиться И Пауло Дебало Который сначала переболел коронавирусом А потом мучился от разных мелких травм Во время реабилитации После очередной травмы На этот раз колено Пауло отправился на специальное Обследование к топовым хирургам В Барселону и Инсбург В итоге аргентинцу удалось избежать операции И в апреле он уже вернулся на поле И забивал важные мячи за Ювентус В жизни автомобилиста Часто случаются истории Когда что-то скрипит, стучит Но кажется, что все работает И погружаться в детали Необходимости нет А потом приезжаешь на диагностику И понимаешь, что стоило это сделать Сильно раньше А теперь придется перебирать полмашины И готовить приличную сумму Фитсервис – это история про то, как обезопасить себя Как раз от таких случаев На сегодня маленькая компания из Новосибирска Превратилась в крупнейшую сеть автосервисов По всей России От Москвы до Владивостока Где соблюдаются все строгие стандарты качества Кстати, станции Фитсервис есть не только в России Но и в Казахстане Александр, в чем конкурентные преимущества Фитсервис? У нас все запчасти в наличии Гарантия на запчасти 1 год или 20 тысяч километров пробега Также онлайн-сервисная книжка, где вы видите все рекомендации, все работы, которые выполнены Бонусная программа Расскажите про вашу бонусную систему Что это такое? При обслуживании вам начисляются бонусы, которые в дальнейшем вы можете расплачиваться Также есть бесплатные услуги по бонусной программе Это замена масла, шиномонтаж Я знаю про вашу специальную акцию Бесплатная диагностика ходовой части Можно сказать подробнее? Ничего вам не обязывает Мы сделали диагностику, вам все рассказали Но мы все это делаем бесплатно И также очень актуальная история сейчас Это диагностика кондиционирования Бесплатная Проверяем наличие утечек в системе Сколько хладагента Обслуживаем Если нужно, перезаправляем Чтобы система летом не подвела Также бесплатная диагностика Гарантия на заправку кондиционера до ноября месяца Итак, вы можете воспользоваться любой из двух акций И за 0 рублей защитить себя от непредвиденной головной боли Переходим по ссылке в описании И записываемся на бесплатную диагностику На ближайшие от вас станции Фитсервис Пол, приятно познакомиться Взаимно Пол, некоторое время назад Около двух лет Вся мировая пресса была уверена, что вы уйдете работать в Манчестер Юнайтед Прошел год, и вы оказались в Монако Объясните, пожалуйста Какие перспективы здесь вам более близки Чем возможность поработать в одном из грандов английской премьер-лиги? Мне очень нравилось работать в Рэдбуле Это прекрасная организация, если быть совсем откровенным У меня не было никаких планов уходить оттуда Но затем на меня вышел генеральный директор Монако Олег Петров И президент Дмитрий Рыболовлев С предложением работать здесь Но если честно, поначалу я не проявил большого интереса Но они попросили меня И попросили Рэдбул дать им возможность Хотя бы презентовать свои идеи По развитию клуба в ближайшие 4-5 лет И то, как они видят строительство клуба на долгую перспективу Как хотят вернуть ему утраченные позиции в европейском футболе И я должен сказать, эти идеи меня заинтриговали Рэдбул поступил фантастически Что разрешил Монако общаться со мной напрямую И обрисовать мне свою философию в развитии клуба И буквально за несколько дней они это сделали У них получилось великолепно Как видите, я сижу здесь, греюсь под теплым солнцем Монако У нас философия, скажем так, эволюционирует И, так сказать, оттачивается И, я думаю, последний наш взгляд на философию Это то, что мы... Ну, у нас элементами нашей философии всегда, так сказать, было Создание талантов История Мбаппе История многих других игроков Потому что клуб известен, что он воспитал Многих чемпионов мира Это и Хенри, и Трезеге И Петит, и Тюрам То есть у нас масса, так сказать, талантов И, так сказать, клуб Многие эти таланты были успешны В том числе коммерчески реализованы И, как бы, часто Монако ассоциирует с клубом Который, собственно говоря, провел рекордные трансферы И там зачастую звучат очень большие цифры Они правильные, они, в самом деле, результат реально огромной работы Но, так сказать, последнее преломление, так сказать, взгляд на это Это то, что мы, наверное, хотим сказать, что мы клуб, который боремся за спортивный результат За спортивный, максимальный спортивный результат, так сказать, в рамках нашего бюджета, так сказать И трансферы являются, наверное, следствием этого результата То есть, грубо говоря, мы хотим быть, в том числе, так сказать, выглянули ПСЖ Мы хотим быть, в общем-то, конкурентом ПСЖ Но, наверное, там не каждый, так сказать, сколько сможем, да Мы хотим реально там бросать им вызов Хотя это очень сложно, это очень уважаемый клуб, бесспорно С которым очень тяжело конкурировать И мы это прекрасно осознаем Наверное, на каком-то этапе мы хотели бы, хотели бы, скажем так, в общем-то ПСЖ вызов бросать Также играть постоянно на, так сказать, высоком уровне Постоянно играть в Лиге Чемпионов Соответственно, там, в двойке, там, в тройке французского чемпионата К Полу Митчеллу Вы пригласили его на пост спортивного директора Как эта идея пришла? Почему именно он? Я понял, что клубу нужен спортивный директор Что одному тяжело, да? Да, я понял, что одному тяжело Я понял, что одному тяжело Я общался с многими кандидатами С очень многими, из самых разных клубов И, так сказать, Полу, он мне понравился просто больше всего Он попадал под тот профиль, который был нам нужен Чем, какой это профиль? Он работал в Рэдбуле, который мы считаем Который нам нравится с точки зрения развития Как бы строительства футбольного клуба То есть молодая, динамичная команда Играющая, по сути, наверху своих национальных чемпионатов Хорошо развивающая игроков То есть хорошая, в принципе, спортивная модель Хорошая спортивная модель, которая проверена временем Он внимательно следит за современными технологиями Спортивными, data, то, что называется data-oriented Соответственно, физика, физическая подготовка И очень много современного Не просто, когда общаешься со скаутами классическими То там часто слышишь, так сказать, на глазок Тот играет так, там, так-то И, грубо говоря, ну, наверное, менее-менее научный подход То есть я не видел очень много, так сказать, научного Структурного, аналитического И, по сути, тех людей, которые потом он привел Они, так сказать, убедили, ну, показали, что это в самом деле правильно То есть потом стали у нас появляться люди Которые, в общем-то, я не предполагал, что будут появляться В футбольном клубе, там, ну, там начинают Каких-то, условно говоря, компьютерных программистов Которые там должны, там, не просто скаутов А именно компьютерных программистов Которые должны анализировать сырые данные То, которые мы не хотим покупать Там, от обычных провайдеров, так сказать Футбольных данных Активно анализировать сами, как сырую базу Ну, до, так сказать, наверное, других специалистов Глубоко, так сказать, в области физической подготовки Которые я считал, что футбольный клуб Теоретически мог бы решить эти вопросы сам Но, в общем-то, вот именно фундаментальный подход К этим вопросам мне очень понравился И вот именно так пол оказался у нас Многие отделы внутри клуба нужно было проанализировать Изменить, модернизировать И состав, он был раздут до невероятных размеров Это правда, что в клубе тогда было 77 футболистов на контракте? Как такое теоретически возможно? Год за годом у вас есть возможность подписывать игроков Даже две возможности, зимой и летом И если вы постоянно покупаете новых игроков, их число растет Простая математика Но кого-то ведь нужно продавать Нужно стараться Иногда продавать намного сложнее, чем покупать И вот я пришел в то время, когда состав был слишком большой для любого клуба И мы провели все лето без отдыха Я и генеральный директор стараюсь сократить его Нужно иметь стратегию Нужно понимать, как ты хочешь работать и что ты хочешь видеть в итоге И наша стратегия — это однозначно построить молодую динамичную команду, как вы видите сегодня Я лично не люблю, когда в составе много игроков И поэтому его нужно было уменьшить Чтобы получить команду, которая будет бороться за победы Вы говорите о победах Монако очень известен как продающий клуб Как можно объединить цели по успешной продаже с целями, на самом деле, выигрывать титулы? Наша задача, а это создание молодой команды Всегда предполагает продажи игроков Даже лучшие клубы в истории футбола продают своих лучших футболистов на своем победном пути В этом наш вызов Нам нужно найти баланс, чтобы хорошо играть и побеждать А я считаю, что Монако достоин бороться за первенство здесь во Франции И заслуживает играть в Еврокубках Если у нас это получится, то всегда найдутся люди, которым приглянутся наши лучшие активы А не просто становятся товаром на витрине Без спортивного успеха невозможно долгосрочной успешной продажи Но мы это видели по 2018 году То есть там в 2019 году, я думаю, крайне тяжело было продать У нас тоже были талантливые игроки В 2019 зимой, когда мы там закончили на практически последнем месте У нас были финальные хорошие игроки, но их нельзя было продать То есть как бы успех, он, так сказать, может идти на волне успеха Поэтому спортивный результат, как следствие хороших игроков И, соответственно, хорошие игроки Последующие трансферы, поступающие деньги Вклад в следующий финансовый результат Вопрос об агентах Вы сказали, что некоторые агенты французские не говорят на английском Как вы в этом рынке осваиваетесь? Потому что, безусловно, рынок агентов, футбольных агентов Это вообще очень специфический бизнес Вы знаете, я достаточно хорошо адаптировался к этому виду деятельности Потому что у меня было очень быстрое погружение То есть в первое трансферное окно я один выступал в ряде ролей Включая роль главного рекрутера и спортивного директора У меня с точки зрения коммуникации был опыт работы Я всегда отвечал, много лет отвечал, был за продажи и за маркетинг Поэтому с точки зрения работы с посредниками, агентами Я работал много Но это похоже агенты футбольные на агентов, посредник, которые продавали Нет, они другие, конечно, да, они совершенно другие Особенностью заявляется то, что, наверное, футбольных агентов То, что они очень разношерстны В каком плане, так сказать Есть крупноагентские компании, которые практически не отличаются От классических, наверное, коммерческих компаний Есть просто люди, представляющие семью Дяди, братья или кто-то еще То есть это совершенно разные люди Иногда просто группа людей Иногда у игрока просто несколько человек, которые приходят И с ним четыре человека, например Кто-то его родственник, кто-то просто друг, который всегда ходит с ним И вот они там все присутствуют Часто есть родители, родители бывают разные Ведь кроме агентов есть еще элемент семьи Потому что много игроков молодых И как бы очень часто приходится встречаться просто с родителями То есть даже уже когда-то, так сказать Согласованы все условия между агентом и игроком Зачастую, ну как бы всегда на подписание приходят родители А иногда они еще и на финальную стадию могут приходить Там им рассказываешь, какой у нас хороший клуб Как важно для этого игрока Соответственно быть у нас И мы будем развивать, и там учить И там он будет получать пятерки и так далее А как цену определить? Вот есть Чуамини, да, условно Молодой, талантливый футболист Есть Фафанна Как понять, сколько он стоит? Вам, человек, который только-только погрузился в футбол Где реальная цена? Реальную конечную цену понять сложно Но определенные ценовые ориентиры, как бы представляешь То есть существуют некие похожие сделки на рынке Некие, в общем-то, наверное, параметры Вокруг которых можно базировать цену Есть клубы, которые продают, условно говоря Клубы, скажем так, одного уровня Или, так сказать, ценового уровня Или позиционирования в чемпионате Другого уровня То есть вы спросили про бизнес Посмотрим с другими отраслями В других отраслях в два раза, в три раза Цену сразу выше не называют Как правило А если называют? Ну, думаю, здесь без проблем могут называть То есть умножить на два и назвать как стартовую цену Или на три Никаких проблем нет А насколько у вас большая скаутская команда И какие части света она охватывает? Вот скаутская команда у нас большая В топ-5 европейских лиг у нас есть очень опытные скауты Обычно они работают на месте Прислушиваются к рынку, понимают рынок Ездят по региону и смотрят матчи вживую В последнее время это, правда, проблематично Также у нас работает прогрессивная аналитическая команда Команда по исследованию данных Сейчас действительно тяжело Несмотря на то, что я понимаю, какую большую роль играют цифровые данные в футболе и в обычной жизни В моей так уж точно, с самого начала карьеры Но есть нюансы, когда просматриваешь игрока вживую Можно рассмотреть вещи, почувствовать вещи, которые камера не передаст Перед игрой, после игры Необходимо подмечать эти нюансы и особенности А это можно сделать только при личном присутствии Вы обозначили топ-5 лиг Но ведь нужно охватывать и необычные регионы по всему миру Мы знаем, что в Южной Америке полно талантов Мы знаем, что их много в некоторых странах Африки Но вы не открыли для себя в последние годы какой-нибудь необычный рынок в не очень популярной точке планеты? Может в Азии или... Да, слушайте, мне кажется, талант есть везде Я правда так считаю Я абсолютно не предвзят в этом вопросе Не думаю, что надо непременно идти на какой-то определенный рынок, потому что там лучшие футболисты Я обычно доверяю тому, что вижу, и это касается всего Я не хочу рассказывать вам, где у нас еще есть сотрудники Потому что это может быть нашим конкурентным преимуществом И позволяет нам опережать наших соперников Ну, за сколько километров хоть отсюда? Без комментариев Мне кажется, что одним из интригующих новых рынков будут США Я думаю, что мы увидим очень хороший продукт их системы развития игроков Если сравнить то, что было 10 лет назад и сейчас В Лигу чемпионов играют футболисты их национальной сборной нового поколения Тайлер Адамс, Уэстон Маккенни, Дест, Тимоти Виа из Лиля Они играют И с чемпионатом мира 2026 на горизонте США могут стать конвейером очень интересных талантливых игроков Алексей, вы смотрите за российским рынком? Сейчас принято в премьер-лиге доверять молодым футболистам Которым 18 лет, 17 лет, 19 лет Которые играют и забивают, проявляют себя Монако может ориентироваться на российскую премьер-лигу? На русских футболистов? Ну, разумеется Для нас здесь нет принципиальной разницы, откуда игрок Главное, чтобы игрок вносил хороший вклад в футбольную команду Очень хорошо иметь игроков из России Очень хорошо Конечно, так как все-таки у нас русские акционеры И, в общем-то, есть русские корни То, конечно, мы бы не возражали Для нас важно, что у нас есть Саша Например, уход русского игрока, конечно И, так сказать, не менее хорошего русского игрока На мой взгляд, на моей личной точке зрения Конечно, для клуба это было бы, наверное, потерей Поэтому бы интересовали хорошие, качественные игроки из России Наверное, это не полностью русская команда Но почему бы и нет? То есть вы говорите своим скаутам, либо Митчеллу Что внимательно надо следить за Россией За русским футболом Приоритет, пожалуй, я не даю Но всегда приветствую Недавно приходили, так сказать, сами наши Митчеллы, так сказать, и компания Приходили с некоторыми мыслями по России Да? Да, что намного более приятно, чем если бы я эту задачу им ставил Это секрет кого они называли? Да, пока не могу сказать Смотри, ты все же живешь, играешь в необычном месте Это Монте-Карло Это особая точка в Европе Ты уже какие-то особенности прочувствовал? Ну, огромное количество богатых людей Ощущение того, что здесь прям роскошь Яхты, дорогие рестораны Да, если честно, я уже наоборот к этому так привык, что кажется, что ты вообще не обращаешь внимания ни на яхты, ни на виды Ну да, но когда ты это видишь каждый день на протяжении уже почти трех лет То есть это уже становится как, ну не то, что становится как, как бы я просто к этому отношусь как, ну вот оно есть и есть и все То есть условно, если бы здесь были просто, я не знаю, мы были бы так же в Москве и смотрели там на Москву реку то же самое То есть мне, ну восторга от этого нет никакого От богатых людей, от яхты Ну то есть это есть и есть Моя задача, как бы я в футбол играю, а не на яхты смотрю А количество русских в Монако? Все же их очень много здесь Ну да, очень много, но я как бы с ними же, я же не могу там просто подходить и начать с кем-то разговаривать, дружить Я, как бы они есть и есть, это понятно, но... Ты игрок сборной России, ты статусный, известный человек Ты такой, может быть, центр внимания русского комьюнити здесь? Даже я помню, ну я как-то помню, что вот был в ресторане, это было до пандемии И там было очень много русских, но ни один из них меня даже не узнал Не узнал? Нет Да ладно Ну да, и как бы я не знаю, ну может быть они либо не интересуются футболом, либо они просто относятся как бы к тому, что ну футболисты футболисты, как бы ничего такого То есть никто из таких серьезных, дядя ник тебя не звал там поужинать, яхты, вечеринка Нет, вообще ни разу Такого не было ни разу? Саш, то есть ты ни разу не снимал яхту и не выходил в море? Да нет, один раз пришлось, прилетала ко мне мама и друг тоже прилетал И мы ездили как раз, не помню куда, уже забыл какое место, куда мы ездили, но это было очень долго И я не знаю, но это был мой первый раз, когда я на яхте как раз таки ездил И до этого я думал, что это реально круто и ну какой-то кайф все испытывают, что вот столько много яхт все покупают И как-то я вроде покатался, но первое впечатление было круто, ты так плывешь, смотришь на все на это Но спустя три часа это уже было так скучно и я не знаю, ну наверное что, больше мне даже не хотелось этого делать То есть тебе не понравилось? Не особо, да, не особо Скажи мне, по поводу пандемии, жизнь стала другой, какие главные ограничения для футболиста во Франции? Главные, ну, наверное, то, что ты не можешь просто выезжать отсюда и все, вообще никуда То есть у тебя даже есть два выходных, кто-то хочет слетать, тот же ССК, он раньше все время летал там в Испанию Постоянно виделся там, он уже там дружит с Месси, он очень хорошие друзья, они там с Суаросом, они постоянно ездили Вот там вот, он условно теперь не может это сделать И также, ну для меня, понятно, это не такая проблема, я бы не полетел никуда бы там Ну, возможно, бы слетал, может быть, куда-то, просто там сменить точку, ну просто сменить и все А так, ну понятно, что... То есть ты же в Италии можешь поехать? Да, нельзя Полчаса Ты можешь поехать? Нельзя По регламенту так нельзя Ааа Если узнают об этом, то, что я туда поехал, конечно, я могу туда поехать, если никто не будет знать Но это я также могу поехать и узнают, я просто пропущу также два матча, которые и буду оштрафован То есть ты не хочешь Славу Дебалы, которого поймали в закрытой вечеринке? Ну не, не очень, да Не очень Я помню историю, когда ты в сборную ехал в марте, там же была реально целая работа, проделанная РФС, чтобы ты уехал Ведь был риск, что тебя просто не отпустят власти Франции Да Как тебе это переживало? Как тебе это происходило? Да, я каждый день практически был на связи со сборной и с тренером, собственно, и с администратором сборной И каждый день все время были какие-то новые новости То я еду, то я не еду, то я еду только на матчи выездные, которые в России будут, а выездные То потом я только на домашнюю могу ехать То есть все менялось там десять раз, я уже не знал, что думать Ну и в итоге вот, слава богу, что в конце в итоге получилось что-то договориться, что отпустили И в общем, ну тяжело было понять, что в итоге тебя ждет Это самое тяжелое Ну, конечно, хотелось очень сильно поехать в сборную Я там уже в общей сложности, наверное, вот прям вот не играл год Прошло годы, я уже год там не был И вот, очень рад, что получилось, в общем Знаешь, самое распространенное мнение по поводу сборной И тебя, в частности Что вот есть Головин, который играет на других скоростях Он играет быстрее, резче, он играет только вперед Ну, я не слышал ни разу нигде этого Слушай, все говорят, я тебе не обманываю А где говорят? Я не знаю, где говорят На телевидении, пишут в интернете эксперты, специалисты Я, честно, ни разу нигде не прочитал такого Ну, ты ощущаешь, что ты стал другим футболистом? Что ты действуешь быстрее, чем игроки премьер-лиги российской? Ну, я не знаю, но был немного небольшой контраст Не то, чтобы я хотел сказать, что наши игроки Ну, как, хуже, чем там, условно, игроки Монако, да? Но был небольшой контраст, когда я приехал Мы играли первую игру с Мальтой То, что у нас мало… То есть я… Наверное, то, что я привык здесь Здесь очень тоже тренер требует от защитников Как только у тебя есть возможность играть вперед То есть неважно, расстояние там, полтора метра между… И ты должен рискнуть и отдать вперед А вот, когда мы играли с Мальтой, и контраст такой был То, что я вот играл, 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 играл И в сборной столько не было Так что у нас больше, как мы играем с перестраховкой То есть мы не отдаем вперед Если есть какой-то шанс потерять, то мы играем назад Вот как-то вот это бросило сразу в глаза То, что мы меньше рискуем, вот так, я бы сказал Больше как-то сохранить, чтобы не ошибиться, не потерять Но меньше рискуем, чтобы, возможно, из этого риска мы, скорее всего, забьем Ты уже себя ощущаешь лидером? Потому что все равно Саша Головин был таким важным дополнением к сборной Таким прям молодым талантом Сейчас уже немножко другой образ у тебя Ну, немного есть такое ощущение Но это, наверное, связано с тем, что у нас стало так много молодых И новых, точнее, в сборной И мне кажется, такое ощущение есть Потому что так уже относительно я там давно Не прям давно, но относительно уже много времени И так иногда есть такое мнение, что когда там какие-то матчи не складываются Ты думаешь, что тебе нужно что-то сделать, взять на себя где-то Или как-то подбодрить команду, что-то сказать И, может быть, это как-то поможет команде А ты говоришь уже в раздевалке что-то? В сборной? Адзюба дает тебе время говорить или нет? В раздевалке? Ну как? Ну, конечно, все говорят Тоже хочешь там где-то кому-то помочь Кто-то не совсем ярко смотрится Ты всегда там тоже стараюсь подойти, сказать, как-то подбодрить И я думаю, что это нормально так Ничего такого в этом нет Какие новые имена? Какие новые футболисты? Ну, не то чтобы новые Понятно, что вот Эльзат Ахметов Он очень хороший футболист Мне очень с ним комфортно играть Взять вот Фомина тоже с «Динамо» парень Вот я первый раз только его увидел на сборе Я очень мало смотрел матча «Динамо» Наверное, только один я посмотрел То есть я вообще не знал, как он На тренировках мы сыграли игру с «Мальтой» И сразу понятно, что молодой игрок И реально очень хорошего уровня И это тоже приятно Нужны такие игроки, тем более в центре поля Еще один популярный вопрос по сборной Могут ли играть вместе Головина и Миранчук? Не однотипные ли они футболисты? Конечно, могут, почему нет? Также я могу играть опорником Мне удобно играть и под нападающим Из фланга и где угодно И мне кажется, и Леха тоже может играть Ну, наверное, не опорника, но Атакующего на позиции десятки И с флангов Мне кажется, что вообще никаких проблем нет Мне кажется, даже будет Наверное, в каком-то плане лучше Если мы будем вдвоем играть Давай вспомнимать со Словенией Он был домашний Новый цикл Что было главное? Главное — фанаты было Потому что я не играл с фанатами уже тоже год И это казалось, как будто я играл Ну, наверное, тысяч сто было на стадионе Мне ощущалось так В Сочи, да? Да А было всего пятьдесят процентов И когда мы забили гол, я помню Прям такой визг был Ну, на самом деле, это обычно, когда раньше все было То есть это… А сейчас мне так показалось, как будто я Я вернулся в тот момент, когда я только дебютировал, был молодым И вот этот гул И я вернулся в это ощущение, да, немного То есть это было очень круто Как вообще без болельщиков играть? Если честно, мне кажется, вообще футбол умирает без болельщиков Ну, когда ты играешь, да, тоже понятно, что ты хочешь, чтобы болельщики были Ты хочешь их поддержку Но, мне кажется, самое неприятное, это когда люди смотрят футбол Особенно по телевизору, и они видят это, как… Это выглядит, как какая-то товарищеская игра Они слышат, как кричат футболисты, как тренеры И никакого нет такого, я не знаю, как правильно сказать Драйва такого нет Нет такого прям, что все несутся, там, болельщики гонят Просто как игра Ну, не знаю, вот даже я смотрю вот футбол, Лигу чемпионов Даже взять вот сейчас ПСЖ с Баварией И если представить, этот матч был бы с болельщиками Это был бы вообще другой матч Или взять Ливерпулю тоже У них бы на Энфилде там вообще бы с ума сошли Фанаты, они бы так понеслись А тут так как-то это все смотрится, как будто это товарняк какой-то То есть лучше посмотреть Ростов-Спартак, правильно? С болельщиками Вот, кстати, да Вот один у нас массажист, он знает русский Монако у нас есть Он как физио, не массажист, а физио Он играл на Украине футбол И вот он, он как раз таки сказал Он, ну, хорват сам И вот так как Колич стал тренером ЦСКА Он сейчас смотрит ЦСКА матчи И он говорит, блин, мне даже интереснее посмотреть ЦСКА Вот с Роттером играли, чем Лигу чемпионов Он так сказал Вы работали с одними из лучших футболистов планеты в Мюнхенской Баварии Александр Головин сегодня соответствует их уровню? Уровню топ-команд? Прямо сейчас, с теми качествами, что у него есть? Я бы сказал, да Он очень хорошо прогрессирует Как я и говорил, техника всегда была при нем Тактически мы изменили в нем несколько деталей Голо это игрок атаки Ему нравится играть в нападении Но ему нужно научиться еще и аспектам игры в обороне Без этого нельзя действовать в обоих направлениях на поле А для современного футбола это необходимо Он очень сильно прибавил физики, и поэтому я бы сказал Он не выглядит таким уж мощным Да, но сильный не обязательно значит мощный и с огромными мускулами Важен комплекс И в первую очередь его беговая выносливость Готов ли он бегать 90 минут или только 60 И когда ты готов на 60 минут, ты распределяешь силы, чтобы доиграть матч до конца А если ты готов на 90 минут, ничего не надо рассчитывать Ты бегаешь и бегаешь, потому что можешь И сейчас он в очень хорошей форме И я также общался с Черчесовым, главным тренером сборной России И он сказал, что удовлетворен, доволен головяным Потому что мы для него делаем хорошую работу Это вы с ним консультировались или он позвонил вам, чтобы узнать? Я его знаю, я его знаю Еще по Германии, по Австрии Я позвонил ему, потому что Гола был долго травмирован И спустя долгое время он вернулся в сборную И мы обсудили мои впечатления, мои планы на него, мои идеи И Станя сказал окей Я понимаю, я согласен Я согласен Ты сказал, что сейчас самый сильный Монако за все время, что здесь находишься Как это случилось? Заслуга Ковача? Я думаю, что это всего тренерского штаба заслуга Потому что тренерский штаб очень большой Каждый отвечает за свое И, конечно, понятное дело главного тренера Но вот я думаю, что тренерский штаб на это очень сильно повлиял Потому что когда, как только пришел новый тренерский штаб Вот прям все кардинально поменялось В плане тренировок Каждый, каждый То есть даже за сколько тебе нужно приехать За сколько тебе нужно уехать То есть все, все, все поменялось Ну, например, как это? Что изменилось? То есть ты теперь не приезжаешь за час до тренировки? Ну, теперь у каждого есть своя программа, которую ты должен делать Если у тебя, допустим, игра была в субботу Воскресенье – выходной Или воскресенье – восстановительное В понедельник – выходной Вторник – начинается опять тренировка И до игры еще неделя То у каждого, условно, ты должен перед тренировкой Собирается определенная группа Вы делаете упражнения То есть не на силу, чтобы ты был А на быстро-быстро все делать Вот в тренажерном зале на скорость То есть развивать свою скорость И после тренировки определенная группа То есть всех миксуют вот так И вы тренируетесь То есть это происходит примерно три раза в неделю Это каждую неделю Вы много раз выражали восхищение Нико Ковачем Как вам кажется, почему у него так хорошо идет в Монако? За счет каких качеств? Я думаю, что это прекрасный тренер прежде всего для молодых футболистов Он ведь еще недавно был сам футболистом, был полузащитником И у него, как у игрока центрополя, развито периферическое зрение Он понимает, как вести игру, как быть лидером среди футболистов, которые его окружают И Нико справляется очень хорошо Он отлично готовит команду, закладывает великолепную базу Он обучает ребят, и главное, что он им прививает, это сильный характер Стремление к конкуренции, дисциплина, стабильность Он ценит правильные вещи в футболе Он стремится к успеху Он готовит команду так, чтобы она каждый день становилась лучше и побеждала И на самом деле мне с ним комфортно, мы хорошо понимаем друг друга Ведь я уже давно играю в футбол, и он много играл Я с ним разговаривал на днях, и он мне напомнил, как мы играли друг против друга в 2006-м Перед чемпионатом мира в Германии А я этого даже не знал Мы друг друга очень уважаем И работать с ним – большое удовольствие Это очень приятно работать с ним Как пришла идея позвать Ника Ковача на пост тренера команды? Чья это была идея? Это была идея Пола Митчелла Он пришел, какое-то время знакомился Знакомился с работой в команде Внимательно знакомился, так скажу Он, наверное, шашкой не рубил, надо отдать должное Он внимательно смотрел, как у нас построены тренировки, идет спортивная работа Долго думал, в общем-то, долго думал И потом, в общем-то, вышел с таким предложением И Ника Ковач был, наверное, один из самых основных кандидатов Который идеально, на мой взгляд, подошел Я уверен, что вы приходили в Монако уже проведя какой-то предварительный анализ Вы с самого начала были уверены, что уволите Роберта Морена через сколько? Три недели после своего назначения? Да, мы были в процессе анализа его работы еще до окончания прошлого сезона Клуб оценивал его по периоду работы в Монако Но мне кажется, то, что мы унаследовали, что я унаследовал Так это непростой состав и непростая ситуация А в такие моменты необходим определенный уровень опыта Умение поставить себя перед игроками высокого статуса В атмосфере ежедневного управления клубом Опыт Роберта – это вспомогательная роль в национальной сборной Это совершенно другое, не похожее на регулярную работу в клубе Мы анализировали его работу, в то же время я проводил оценку с технической точки зрения И мы пришли к выводу, когда поняли, что такой человек как Нико Ковач доступен на рынке Что нам нужно сделать этот шаг Нам нужно привести кого-то с клубным опытом работы С опытом завоевания трофеев на разных уровнях С опытом работы с мультикультурной командой, которая сложилась у нас здесь, в Монако А он добивался успеха во Франкфурте и, опять же, в Баварии Но его работу в Баварии оценивают как неудачную У вас не было сомнений по этому поводу? Иногда контекст, в котором мы говорим о футболе, довольно странный Знаете, победа в любом виде – это победа А Нико побеждал с Баварией Он выиграл трофей Выиграл кубок, выиграл чемпионат А кто бы не выиграл чемпионат, он обычно этого заслуживает, учитывая количество матчей Я знаю, что было много негативной прессы Я в то время работал в Германии, в Рэдбуле И я видел, как ему тогда доставалось от журналистов Мне кажется, он был тогда беззащитным Но, в конце концов, он обыграл очень сильный Лейпциг в финале кубка И я дам ему должное хотя бы за это Что нового в Монако по сравнению с Баварией? Тут больше возможности развивать молодых футболистов? И в целом работать с молодым костяком? Я бы сконцентрировался на Монако Не пытался бы сравнивать Мы наслаждаемся нашей работой И, как вы отметили, в Монако получили свой шанс Огромное количество молодых талантливых игроков, особенно французских Мы даем им возможность развиваться, сделать свои первые шаги, а потом заиграть в элитных европейских чемпионатах Мы всегда вспоминаем известные примеры Анри, Тризиге Но и сейчас у нас есть ребята похожего профиля Бадьяшиль — наш воспитанник, который уже известен на весь мир Мне нравится работать с молодыми игроками, потому что они еще не сформированы Их еще можно растить, развивать, обучать их современному подходу к футболу Как работать футболистом и как жить в этой профессии Сейчас у нас многое получается Надеюсь, мы продолжим с таким же успехом, и вы увидите в нашем составе еще многих молодых одаренных футболистов А вы просили у руководства гарантии или хотя бы согласия на то, что клуб не будет продавать своих лучших футболистов, чтобы построить долгосрочный проект? Я приходил сюда с основной задачей развивать молодых футболистов И я считаю, что таким игрокам имеет смысл дать немного времени 18-19 лет, они еще не сформированы И моя позиция такова, что им нужно еще 2-3, иногда 4 года, чтобы вырасти в готовый продукт и раскрыть свои качества Я знаю, что наша модель подразумевает продажи и поиск новых молодых игроков Но это же очень сложно для тренера Да, но для меня сейчас совсем не новость то, что мы будем продавать Плюс, если мы продолжим играть как сейчас и будем в следующем сезоне выступать в Лиге Чемпионов, то эти футболисты останутся Но даже если нет, у нас точно будет возможность взять новых, потому что наша академия работает прекрасно И в целом во Франции выбор из талантливых футболистов очень большой Как англичанину вам должна быть знакома цитата «С детьми ничего не выиграть» Да, 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 Алан Хансен А какая у вас позиция по этому поводу? Насколько я помню, Манчестер Юнайтед поставил его на место в тот год Он же сказал это после поражения от Астон Виллы, когда в основном составе были Бэкхэм, Невилл, Никки Батт и все их известные выпускники того времени Я думаю, он никогда не забудет то, как выступил тогда на телевидении Отвечая на вопрос, мне кажется, можно Все дело в балансе А еще, мне важно создать команду, на которую люди хотели бы ходить, с которой они могли бы себя ассоциировать Чтобы игроки были скромные в своей работе, но играли в захватывающем, быстром, динамичном стиле Так что мне кажется, что с юными ребятами можно выигрывать, просто нужна платформа и хорошая структура, внутри которой они бы работали У вас есть много молодых футболистов, Чуамини, Фафана, это люди, которые буквально ворвались в состав Монако В чем их главные сильные стороны? Ну, они очень сильно прибавили, вот прям от начала сезона взять, когда я травмировался И вот сегодняшний день взять, они очень сильно прибавили, то есть тактически, физически И я думаю, что Чуамини и Фафана, это… Не знаю, наверное, рано говорить, но мне кажется, что это прям будущее французского футбола, вот особенно Чуамини И того же Дьёпа, если взять, тоже молодой парень, то есть все реально очень сильно прибавили, и они очень прям очень хорошо понимают требования тренера И то есть как играть в середине поля, они никогда там никуда-то не убегут, не потеряют свою позицию, где нужно Они прям играют строго, ну там прям строго так, как хочет тренер Вице-капитан Дисаси, он совсем молодой футболист, при этом ты уже три года в команде, ты вроде как уже костяк, почему не ты с повязкой? Или вице-капитан хотя бы? Ну он больше такого характера, что он чем-то похож, не то чтобы сказать как Дзюба, но он все время пытается как-то быть лидером в плане в раздевалке там везде Он больше профессионал такой, то есть видно, что человек реально подходит под эту должность капитана Он все время настраивает команду, все время, когда мы собираемся в круг там перед матчем, постоянно он говорит что-то там, как-то настраивает И в нем, то есть в нем есть эти лидерские качества такие в этом плане, поэтому Было там, как пришел новый тренерский штаб, то есть выбирали капитана и вице-капитана И вот я думаю, что все по делу, то что он вице-капитан А ты подходишь под роль капитана? Я думаю, что нет, честно Я никогда не хотел им быть, даже когда я был маленький, я играл в своем городе, и мне как-то… Я стал капитаном, я помню, мне было, я не помню, лет 10-11, даже не помню сколько И мне прям как-то не понравилось это, и я сказал, что давайте будет другой капитан, мне не нравится это Я буду просто спокойно там играть в футбол без всяких этих настроев и все То есть я особо никогда, ну нет желания быть капитаном А здесь хоть раз был хоть в одном матче капитаном? Да, да, был, товарищеский матч был, как раз мы играли, не помню с кем, на выезде где-то мы играли То есть я поменял, Кейт Абальде был тогда капитаном, я его поменял, и он сказал, что… А, тренер сказал, чтобы повязку отдали мне, я 20 минут по былым доиграл И как? Ощущения? Да никак, просто товарищеский матч, ноль зрителей, и все как обычно Когда вы заключали этот контракт с Монако, вы рассчитывали, что к 2021 году Саша все еще там будет А не состоится новый трансфер в какой-то там еще супер-клуб? Ну, как сказать, ждать новых трансферов, я думаю, что не за горами Посмотрим сейчас, как закончится сезон Монако, вот, потом чемпионат Европы Посмотрим, как там сыграют, но я думаю, что предложения будут сейчас, поступят Я знаю уже даже, некоторые клубы очень плотно стали сейчас интересоваться И выходить уже на Монако, на переговорный, как бы, диалог Зимой тебя очень хотел Вестхэм Уже были готовы вести переговоры, готовы были обсуждать Но ты сказал, я хочу играть в команде, которая выступает в Лиге Чемпионов Правда? Все, это все, да, это правда Почему ты так решил? Английская премьер-лига? Да нет, ну Вестхэм, не знаю Мне кажется, что понятно, что Английская премьер-лига, все понятно, но Я не знаю, я решил, что здесь я уже, тем более, как долгое время И больше шансов, чем у Вестхэма, я думаю, играть в Лиге Чемпионов В Еврокубках, поэтому я решил остаться здесь Ну и плюс, я думаю, возможно, ошибаюсь, что ты воспринимаешь следующий шаг Как уже шаг в большую команду, в топ-команду Все же менять Монако на Вестхэм, это получается Ну, грубо говоря, не то, что топтаться на месте, а не делать прорыв в своей тарелине Да, ну это, я думаю, даже шаг немного не вверх, а даже назад, да Потому что, конечно, если так взять, что есть какое-то приложение от реально топового клуба То, конечно, это шаг вперед, и это нужно делать Ну, у меня такие мысли Вторая история Когда ты хандрил, были травмы, были такие тяжелые времена Ты даже думал о возвращении в Россию? Не то, что думал Было больше мыслей в голове о том, что вот как было в России, как было хорошо Там, это дома, там, русский, свой язык там, но не было такой мысли, чтобы я прям То есть не было такого, что я был готов уже взять и принять решение уехать Такого я был Набрать условно, агент искать, Олег, ищи команду в России Все, я не могу там, да, к такому близко не было даже То есть сначала говорите, Саша, есть Вестхэм? Он говорит, нет Да Да, все, разговор закрывается, тема закрывается Понятно, а Севилья? Севилья есть, но, я говорю, все после будет Европы Все будет после Европы Севилья – это хороший вариант для Александра? Вот смотрите, это же команда, которая борется за попадание в Лигу чемпионов обычно Да, вот сейчас она в четверке, но чемпионат уровнем все-таки повыше, чем Франция Нет, Севилья вариант хороший, я говорю, вопрос трансферной стоимости, сколько запросит Монако за него На него были потрачены немаленькие деньги, вот Мне говорят, все в процессе переговоров Как, кто там, может быть, нагрузку дадут какого-то игрока в зачет Это, говорю, процесс небыстрый, он Все решится после чемпионата Европы Вы, когда переподписывали контракт, сумма отступных там была? Нет, мы это даже не обсуждали и не прописывали Даже не обсуждали? То есть вы даже не обсудили на словах, за какую сумму Монако будет готов отпустить? Будет хорошее предложение, клуб отпустит Хорошее какое? Очень хорошее, которое устроит клуб и игрока Саша Головин – главный талант русского футбола В Монако уже несколько лет Какой план по нему? Он должен стать лидером Монако, капитаном Монако Или он должен быть продан в ближайшие два года? Вы знаете, по нему, наверное, какого-то конкретного Именно финансового плана, так сказать, или карьерного Что он должен стать капитаном команды, наверное, нет План по нему – это чтобы он максимально себя раскрыл Максимально себя раскрыл как футболист То есть мы считаем, что Он замечательный футболист и замечательный человек Это могу от себя добавить Задача, чтобы он свои таланты развил до того момента Когда уже Монако станет ему мало, наверное, вот так Сейчас на каком этапе это находится? Как вы считаете? Он еще движется вперед Время еще не пришло У него, видите, получилось так, что Саша был травмирован Он в первый год был травмирован, в этом году был травмирован Поэтому я думаю, что время не пришло не потому, что он, так сказать, еще, скажем, далеко от идеала Потому что просто не имел возможности себя полностью реализовать Я думаю, что сейчас как раз наступает время Плюс динамика команды, понимаете? Когда команда… Это в самом деле так Когда команда борется за то, чтобы не вылететь из лиги Собственно говоря, сама динамика другая То есть и качество игроков другое То есть Саша, конечно, как и любой игрок Как и, я думаю, Мбаппе Может раскрыться на росте То есть когда Правильная команда Когда все борются за результат один Когда, так сказать, тренер Современная И там философия игры правильная Для всех и для Саши Как бы это возможно Это вот сейчас получается Я знаю, что к нему уже интерес проявляют клубы из Англии, из Испании Как быть Монако в этой ситуации? В Сакше интерес есть Потому что он, в самом деле, замечательный талант и отличный игрок Но Саша там нужен нам Саша нужен нам Говорят его представители, что сейчас цена за главина уже в районе 50-60 миллионов евро Мы этому верим? Ну, я вполне допускаю Я думаю, что игрок такого профиля, как бы на этой позиции Это, так сказать, игрок нападения Это вполне, так сказать, здравые цифры Вполне здравые цифры Которые могут за Сашу большие клубы заплатить Есть вот этот момент Искусство вовремя продать Именно по головину Не боитесь, что можно передержать его в Монако? Что он уже не будет той фигурой, которую будут хотеть большие европейские команды? Как таланта на будущее? Ну, я думаю, нужно внимательно следить за конъюнтурой здесь Потому что этот год, он все-таки нестандартный Я думаю, из-за ковида Я думаю, что трансферный летний рынок Он может быть не таким, скажем, как мы его хотим видеть Я думаю, что оптимальное время реализации игроков нашей команды Это тоже не это лето Я думаю, это скорее всего чуть больше Чуть больше временной срок Я думаю, что команда наберет свой пик И, так сказать, физический, и коммерческий Я думаю, начиная со следующего года Я вынужден не согласиться с экспертами, которые говорят, что головин закис в Монако Мне кажется, футболисты натуральным образом расцветают в хорошей среде Если мы создадим здесь хорошую команду, а мы постепенно ей становимся То и для Александра появится хорошая среда Ему только исполнится 25 Обычно пик карьеры у футболистов начинается с 26-27 лет И уже ближе к 30 они показывают максимум с точки зрения психологического развития, физического, тактического и технического тоже Я думаю, он сможет добиться здесь всех целей Но наша общая задача, его в том числе, работать сообща Он должен наслаждаться футболом в Монако Он должен невероятно усердно работать Каждый топ-футболист, с которым я работал, трудился заметно сильнее остальных От Садио Моне до Харрикейна Нам нужно построить хорошие отношения и выстроить путь для прогресса Я думаю, он выплатит здесь все свои мечты топ-футболиста Я правда так считаю Я думаю, что он может выполнить все свои мечты, которые он имеет как топ-футболиста Я обычно делаю Смотри, еще одно бытует мнение в России, по крайней мере, что Головин три года в Монако Уже долго, пошла некая стагнация, что он не развивается, что пора что-то менять Не знаю, я как раз чувствую, что я развиваюсь Особенно если взять с приходом тренерского штаба Я чувствую, что я стал и физически, и тактически Больше стал понимать, чтобы не выпадать из игры, чтобы я был полезен в каждом моменте Я с этим не согласен, я точно знаю, что развитие идет Мы сейчас уже со многими клубами ведем телефонные разговоры И в мае месяце будут встречи в Европе По поводу большого-большого интереса И конкретного от клубов к Александру Встречи с агентами, с представителями самих клубов С представителями клубов, агентами Это клубы, естественно, большой пятерки Очень большие клубы И те, кто играет в Лиге Чемпионов Да, да, да Олег, ПСЖ успешно играет в Лиге Чемпионов в последние годы Но при этом у них другие возможности по сравнению со совсем другими командами французскими ПСЖ для вас, для Франции, это благо или это большая проблема? Ну, я не думаю, что это большая проблема Это как бы это факт, да, это реальность, с которой как бы надо жить Ну, я думаю, что наличие супер-клуба в большом чемпионате Я думаю, что это, так сказать, это факт, которым надо просто Надо мириться и, так сказать, просто строить свою работу так, чтобы быть способным конкурировать Но очень далеко, он же прям улетел Далеко, сегодня далеко, завтра посмотрим Пол, вы долгое время работали с Маурисио Почетино Как он вам в качестве соперника? Как вы ладите? Не очень, если честно Мне не очень нравится, что мы теперь играем друг против друга Потому что он очень хороший тренер, и у него отличные футболисты Так что он очень опасен В хорошем смысле Мы очень хорошие друзья Мы работали вместе, и считается, что довольно успешно В Саутхемптоне и Тоттенхэме Как соперник он заставляет меня переживать, потому что он очень хорош Но могу точно сказать, что каждый день мы пытаемся стать лучше, чтобы выйти на уровень ПСЖ в будущем Но вы обыграли его в феврале Вы участвовали в подготовке? Давали какие-то советы Нико Коучу? Ну, слушайте, мы всегда говорим о разных принципах игры Маурисио достиг многого в своей карьере Поэтому, конечно, мы серьезно подходим к его работе и готовимся к его стилю Но Нико тоже с ним встречался, когда работал с Баварией, так что он мог подготовиться и сам. У них отличная команда с выдающимися футболистами и заоблачными инвестициями. Поэтому было очень приятно обыграть их в этом сезоне дважды. Но нам еще предстоит много работы, чтобы им соответствовать, чтобы такие результаты поставить на поток. Какова это игра в чемпионате, когда есть явный лидер, Парис Инжермен, который уже играет в финалах Лиги Чемпионов, который, как говорят, другой уровень по сравнению с другими? Это явный лидер, но в то же время мы обыграли их два раза. И также Лилих обыграл. Одну игру они сыграли в ничью, а одну выиграли на выезде. Ты можешь играть с любой командой, но в любом случае ПСЖ будет все время в первой двойке, тройке находиться. Это прям 100%. Ну и на эту команду настраиваться приходится все время по-другому, нежели там... Ну ты прям понимаешь, что тебе нужно будет биться прям, не нажись, а насмерть. Чтобы обыграть эту команду, нужно прям реально умирать на поле. То есть тебя не смущает то, что есть такой гегемон? Да нет, почему? Ничего такого, конечно. Есть и есть, как бы, ну... Наоборот, есть как бы... У тебя есть как желание обыграть такую команду. И после такой победы ты реально там больше рад, нежели ты обыграешь команду Дижон условно. Но они реально другого уровня? Мбаппе, Неймар? Да, да, это реально другого уровня. Реально? Да. Каково я против них играть? Ну это очень сложно. Особенно... Понятно, что Мбаппе там, он очень скоростной, ты понимаешь, что... Но вот сколько вот я играл против Неймара, играть прям очень сложно, очень сложно. Он в таких вот там, в эпизодах, где на него трое выходит, он может просто разобраться, и ты даже не успеваешь. Вот за его мыслями реально может не успеть, что он может сделать, и даже не успеваешь, что он сделать может, поэтому вот с ним вот реально очень сложно. То есть самый сильный игрок лиги? Сто процентов. Когда он здоров, когда он там бывает, что он там ленится тогда, да, где-то, но когда он прям, это прям вообще, да, это прям супер. Ну для меня он сейчас топ, ну в тройку он в футболистов мира точно входит. То есть даже до того, когда я не играл, ну не играл против него, да, он для меня и был тоже, ну тоже в тройке был всегда. Мне кажется, вы можете конкурировать на юношеском уровне, потому что ваша академия не уступает Парижской. Расскажите об этом, расскажите, в чем ваши преимущества. Ведь мы помним историю Киллиана Мбаппе, который в определенный момент ушел из ПСЖ и выбрал Академию Майнака. Но у меня тогда в Монако не было, поэтому я не знаю, почему Киллиан принял такое решение, но история однозначно говорит нам о том, что потом он перешел из Монако в ПСЖ. Мы свои главные силы бросаем на развитие игроков, и у нас прекрасно работает Академия. Она очень напоминает мне Академию Саутгемптона. Когда у твоего клуба такая богатая история воспитания суперзвезд, ты должен это использовать. И мне кажется, у нас это получается. Посмотрите на нашу первую команду. Бенуа Бадьяшиль, наш воспитанник. Элиот Матасоу, Энсо Миоу, Крислен Мацима. Это все продукты нашей Академии, вокруг которых должна строиться наша структура. И такие ребята, как эти, всегда будут получать место в первой команде. Мы будем следовать традициям на протяжении всего развития нашего проекта. Мы не боимся ставить игрока в первую команду. Как бы Кельян Мбапе, почему он стал Мбапе? Потому что на каком-то этапе его совсем маленьким мальчиком поставили играть за первый состав. Что практически невозможно получить в главных клубах Англии или Испании. И там не так часто в ПСЖ, наверное, тоже возможно, но не так часто. А Монако это масса, а возможно. Как найти нового Мбапе? Монако, вы отметили правильно, что Монако исторически были Тресеге, Анри, Мбапе, другие звезды. Где новый Мбапе? Надо его искать во Франции. Новый Мбапе. Мы этим активно занимаемся. Как? Где? Просто Франция это настоящая такая жемчужина молодых футболистов, в основном с африканским, до прошлым. Как их найти? Где их найти? Это какие-то турниры маленькие, это академии? Или они должны быть в Монако там с 10 лет, с 12 лет в вашей академии? Как это должно происходить? Ну это должна очень хорошо работать с каутской службой. То есть, по сути, страна покрыта сетью клубов любительских, и там, собственно говоря, система французская. И у многих клубов, в том числе у нас, по всей стране существует собственная система. Собственные скауты. А филиалы такие? Нет, скауты, которые живут, скажем так, в том районе. То есть все большие города, большие области покрыты. И, разумеется, очень важно, чтобы те, кто выбирает молодежь, чтобы они были качественными. Чтобы мы были качественными. Но вот у нас мы считаем, я лично считаю, что это другая работа. То есть те скауты, которые, условно говоря, ищут звезд в Бразилии, там, 20-летних и там плюс. И, там, не знаю, так сказать, и в Аргентине, и в других местах. И те, которые смотрят детей 10 лет, это совершенно разные навыки. Потому что на уровне 10 лет это сложнее заметить. И у нас, как бы, руководитель нашей скаутской службы академии Николас Вебер, который, так сказать, причастен на поиск многочисленных талантов за все эти годы, он очень хороший специалист. И у него очень хорошая команда. То есть вот надо искать так, находить вот там этих, так сказать, еще практически детей, там, приписывать их Монако, а потом уже более взрослыми детьми привезли сюда и из них уже выковывать, вышлифовать Мбаппе. Но он будет Мбаппе в Монако новый. Мбаппе в Монако будет новый. Итак, по традиции розыгрыш. Сегодня майка Монако, Александр Головин. Саша, ну и вопрос давай, ну не придумаем, а зададим, почему ты скучаешь больше всего в России? Нормально? Да, подойдет такой. Приз, это футболка Александр Головин. Сейчас Саша оставит автограф, и мы попросим Сашу, чтобы он еще предложил Сеску Фаврегусу расписаться на этой майке. Давай, Саша. С Сеском получится? Су-процентно. Не будет проблем? Не, не будет. Все, отлично. Вот такой приз, ждем ваши комментарии, подписку на наш канал YouTube. Смотрите. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!